привет привет мои храбрые парняшки наверное для вас неожиданно ну вот я снова с вами очень приятно что вы меня смотрите чуть позже во влоге своем я расскажу вам что со мной произошло почему меня так долго не было а пока что наливайте себе чайочек и кофеечек приятного а начать хочется все-таки самого наверно интересного и я никогда бы не подумала что я бы это сделал то есть я очень долго боялась не решалась и вообще мне снились кошмары в общем я четыре месяца назад 8 августа сдала на права и получила свои права и уже четыре месяца я авто леди и на самом деле это та вещь как я раньше без этого жила то есть я понимаю что я зря боялась что ничего там сильно там страшного нету что все опыт все придет с опытом и это свобода я могу поехать на йогу мне не нужно будет просить максима чтобы он меня отвез допустим скоро ярмарка будет ярмарка будет средь бела дня среди недели максим у меня работает это в рабочие его часы и мне не нужно будет его выдергивать чтобы он меня отвез а потом забрал и я поеду сама и это такое облегчение это такая свобода девочки я вот наверное я не знаю я вправе не вправе раздавать вам советую могу сказать что не все так страшно все круто и мне кажется это та вещь которую стоит сделать сдать и забыть и получать кайф от вождения вот я вот год назад мне скажи что ты получишь права и отказа нет я не хочу я не получу но четыре месяца я очень счастлива этому ну а дальше я вам хочу рассказать про то что мы все-таки переехали в наш домик маленький мы его называем домик времянка вот мы переехали еще летом туда в прошлых влогах по моему я так давно снимала влоги что я уже не помню что там было в общем в прошлых влогах по моему мы уже показывали частично что там будет вот и домик маленький но он теплый у нас есть маленькая печечка но она обогревает и прям прекрасно обогревает экономически по дровам она вообще прям выгодно то есть если раньше мы отапливали ну дом раза в два наверно больше был и мы отапливали ту печку прям нельзя тачками прям туда дрова сжигали ты здесь за месяц наверное мы только сожгли тачку то есть не тачку в день не две тачки в день а тачку полторы тачки в месяц это прям очень экономически выгодно по дровам в домике у нас есть душ и теплая вода и огромный бойлер это прекрасно это супер я этому очень рада и мне на самом деле в старом доме этого не хватало то есть нам приходилось ездить к родителям чтобы купаться и собственно поэтому ради удобства у меня были дреды то сейчас спустя полгода как мы живем в домике спустя полгода как у нас есть теплая вода я решила расплести дреда я немножечко от них устала собственно вот сейчас я выгляжу так и мне пока что нравится такая раз голову помыла волос не так много они не тяжелые ну и учусь как-то вот их укладывать собственно как вам мой новый образ нравится не нравится пишите в комментариях я с удовольствием их почитаю что касается домика почему это времянка потому что мы хотим снести наш старый дом и именно на его месте построить дом пока что в планах у нас строить двухэтажный дом на самом деле это моя мечта с детства всегда хотела двухэтажный дом и тут мы с максимом в этом сошлись мы сначала хотели какой-то вытянутый дом в общем большой потом подумали что мы хотим построить двухэтажный дом не надо нам говорить что чтобы быть в старости до старости еще долго время и как раз таки по лестнице туда-сюда будем гонять как раз будет нам зарядка но я считаю что мечта должна осуществиться вот поэтому собственно мы построили времянку сейчас времянка в которой тепло и уютно несмотря на то что она 6 на 4 квадратов но за счет того что у нас на втором этаже кровать на втором этаже у нас там место для хранения вещей в целом хватает из еще новенького прям совсем-совсем свеженького максим переехал ко мне в мастерскую он вот там это у него место рабочие вот теперь в доме я одна то есть я могу встать проснуться пойти спокойно убираться не мешать ему не он мне не мешает и в доме освободилось место и мы поставили туда шкаф для вещей это тоже огромный плюс так что он работает у меня в мастерской вот и иногда я прихожу тоже к себе в мастерскую и тоже занимаюсь я продолжаю заниматься косметикой натуральный страх варю мыло бальзамы для волос шампунь для волос бальзамы для губ всякие суфле скрабы в общем увеличиваю потихонечку свой ассортимент нарабатываю какие-то рецепты и в принципе мне это нравится летом я ходила заготавливала кучу трав у меня теперь куча баночек всяких с травами с ароматными именно с этими травами большинстве это местные травы которые я сама летом собирала я буду творить и варю косметику если вам интересно ссылку на свой сайт наверное вконтакте я оставлю в описании под этим видео переходите обязательно смотрите уточняйте наличие с удовольствием отвечу на ваши вопросы и отправлю вам частичку частичку трав частичку своей любви вам в этой косметики сама я пользуюсь только своей косметикой и мыло и бальзам для волос и для губ крем не так давно я начала варить но на продаже его еще не делаю буду обучаться более углубленно его делать но на продажу много чего много чем я пользуюсь всякими умывашками скрабиками мылом бальзамами то есть я уже не покупаю в магазине да я не могу это купить но но пахнет мне нравится как это пахнет составы мне не нравится но и кто пользовался бальзамами для губ вот кстати зимой когда все сохнет и когда мороз на улице те сказали мне огромное спасибо и покупают его снова он очень экономичный он заживляет губки заживляет трещинки и губы не сохнет и не трескаются поэтому я вам советую перейти вконтакте в группу и что-то приобрести ну как бы вам будет приятно вы приобретете натуральную косметику мне будет приятно что вы меня поддержите и воспользуетесь моей косметикой поймете какая она крутая из еще новенького у нас новый жилец даже два новых жильца один появился мы взяли новую чишку мальчика потому что соня наша умерла вот простите в общем сонечки нет она отравилась как раз в день когда я сдавала на права мы ее забрали из больницы но ее не смогли спасти и поэтому решено было взять на следующий день чипитоса чтобы не было так грустно я конечно горевала а я конечно месяца три наверное даже больше вот до сих пор у меня слезы ну вот но чипитос это вообще просто бандитос он он просто нечто но он бандит прям вообще и он любимец в нашей семье и это первая собака которая любит носить костюмы всякие и с удовольствием вообще таскает всякие комбинезоны а второй жилец ну я не смогла осенью пройти мимо и подобрала кошечку причем таки она сама к нам побежала прям через дорогу если по на через дорогу но ко мне не побежала я бы ее наверное не взяла но она сама побежала через дорогу был какой-то шторм дождь собирался мы ее взяли и вот она уже у нас месяца месяц точно может быть даже около двух живет уже 8 у нас пополняется у нас получается 9 к вам у котов и три собаки а еще две крысы у нас то есть у меня еще две крысы но крысы же вот здесь мастерской вот потому что дома коты и как-то опасненько ну и собственно кто досмотрел я сейчас расскажу где я была и почему меня так долго не было ну собственно сейчас простите ноги у меня затекли собственно где я была была я здесь собирала летом травы гуляла много-много гуляла обучалась на вождении вождение у меня от него очень много эмоциональных сил каждый урок практики по вождению у меня был стрессовый вот поэтому это очень много сил у меня отняло именно эмоционально морально а потом вот соня не стала и как-то так меня в общем закрутила завертела и был период когда я ничего не хотела я даже сидела на антидепрессантах какое-то время потому что я не хотела просыпаться не хотела вставать не понимала зачем это делать то есть как я сейчас понимаю я словила выгорание словила прям жесткое выгорание там я не знаю там пред депрессивных депрессивные какое-то состояние у меня было вот но я уже потихонечку из него выхожу начинаю потихонечку варить снова косметику периодически участвовать в ярмарках выходить в свет вот очень захотелось снова вернуться на канал снимаете влоги показывать как я живу показывать что я делаю ну собственно вот так и мне кажется еще мне вот 35 лет уже пришел кризис какой-то среднего возраста когда я поняла что шить я уже не хочу я прям выгорела я очень выгорела я за машинку не садилась очень давно вот и как портной как конструктор я не состоялась а кем я хочу быть я не понимаю то есть я сначала ушла в косметику потом ну наверное связи вот с утери с потерей я и в косметику не хотела уходить и вот был период когда я просто не понимала кто я что я зачем я чего я хочу а может быть у меня были уже мысли а может быть там переучиться на программиста пойти потому что хочется профессию которая получает заработок которая получает деньги чтобы хотя бы финансово быть обеспеченным там построить дом ездить в кафе с девчонками пить кофе вот был такой период когда я не понимала что я хочу где я хочу как я хочу но вот совсем недавно я приняла решение что я хочу все-таки мне ближе и мне нравится уйти глубже в косметику именно в косметику не только мыла еще всякие скрабики умывалки пенки в крема для этого нужно учиться изучать много прям вот пока что хочу уйти в это развивать это направление поэтому если вы меня поддержите хотя бы даже комментарием каким-то приятным словом а лучше конечно переходите на мой магазин это шутка но но имейте ввиду вот мне будет очень приятно и это будет меня как-то поддерживать потому что я ну я считаю себя вот нулем просто просто нулем в этом несмотря на то что я мыло начала варить года полтора может быть уже едва назад но все-таки я считаю что там прям можно покопаться углубиться и быть лучше быть сильнее вот как то так во всем покажется так швейного не будет на канале не могу говорить что не будет его совсем но пока что его не будет поэтому простите я уже не храбрая парняшка я храбрая но косметяшка вот и если вам интересно то подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите комментарий огромное 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 вам спасибо что вы ждете что вы верите в меня вот в общем спасибо большое и до новых встреч пока пока мы пошли купаться и неожиданно нашли я вообще не ожидала что он с новой сезонки голубика 2023 класс еще крупный такой это который мелкий клуб который мелко она покрупнела прям мы он 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 это и 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 Субтитры сделал DimaTorzok